Лето на стопроцентную подготовку к зиме снова не хватило. Вот о котельной на улице Красноармейской. На каждом заседании штаба только и говорят, но пусконаладочные работы от разговоров ближе не становятся. Теперь вот очередная оказия. Возникла очередная проблема. У нас является, вернее, заказчиком МУ, вернее, МБУ, КХАП, полюсского городского округа. Соответственно, они имеют точку к присоединению, которое они получили по акту. Они являются собственными. Сейчас необходимо заключить договор, на основании которого МУ уже представить документы. Представленные документы МУ в обл. коммунэнерго для получения соответствующего акта, они не соответствуют. Об этом я узнал вчера, когда документы были представлены. Сарожкин звонил, сопротивлялся. Он сказал, что эти документы в полном объеме не представлены. И он их не может на основании этого подписать. Поэтому сегодня провожу совещание по этому поводу. Избранный глава города задает вопрос по безопасности на Котельной. А вопросы безопасности охраны на Котельной кто-то решает. Я просто вчера там был, я мог свободно там зайти на территорию, прогуляться, чего-то испортить. Собственником является подрядная организация. Пока договоры и акты не подписаны передачей, МУПУ, оборудование всего является собственником. Является подрядная организация. Они отвечают за сохранность безопасности в полном объеме. А вот и Котельная на Станционном Полевском. Какая-то злополучная. Мало что всю прошлую зиму проработала на одном котле, так и нынче за лето сумели отремонтировать только его. А второй будут ремонтировать до 15 октября. Так что качественную услугу в поселке можно ждать с середины обозначенного месяца. МУП ЖКХ Полевское тоже пока не может рапортовать о стопроцентной готовности к зиме. На сегодняшний день у нас по разделу тепловые сети все запланированные работы выполнены. Все 100%. По участку водопроводной сети у нас выполнение составляет 76%. Есть еще время эти работы выполнить. Синитарное, вы говорите, что есть? По участку водопроводной сети у нас выполнение по плану 76%. То есть по водопроводным сетям мы можем и в октябре работы выполнять. Словом, водопроводной системой Юга МУП ЖКХ Полевское будет заниматься тоже до середины октября. А тем временем на котельной в 60 мегаватт тоже оживление. Часть запорной арматуры половина пришла и уже установлена. Уплотнение тоже большая часть пришла. На сегодняшний день приступили к промывке и замене уплотнений на последнем теплообменнике. То есть буквально 2-3 дня мы все закончим. Далее, значит, по подключению электроэнергии переговоры между руководителями ведутся. Я думаю, что сегодня будет результат по факту включения электроэнергии. Словились и выполнены, поэтому дожимайте теперь. Ну, Евгений Николаевич ведет переговоры с Московкиным. Дальше по газу как бы? По газу, значит, я могу сказать только завтра по пуску газа. У нас еще прибор учета только завтра выйдет из поверки. И, собственно, как итог, если решается вопрос с подачей электроэнергии, то через сутки новая энергетика будет готова на заполнение сетей. Пока, правда, через подпиточный насос. И, кроме того, тоже не менее важная информация от главного инженера новой энергетики. Хорошая новость. Тепловые сети внутридомового оборудования промыты. У всех все сети готовы, все сети промыты. Но я не буду как бы комментировать все это. МУП был в присутствии МУПа, все это руководители МУПа. Поэтому претензии по поводу того, что эти батареи греют, эти батареи не греют, управляющие компании, пожалуйста, не предъявляйте больше новой энергетики. Сети вы промыли. Акты вы составили. Кроме того, на штабе генеральный директор Полевской коммунальной компании Лариса Потапченко сообщила о стопроцентной готовности предприятия к отопительному сезону. В южной части о готовности к зиме сообщается робко. Пока старт назначен на 20 сентября. Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.